На рассмотрение Тверской городской думы вынесена инициатива о передаче ряда муниципальных спортивных объектов региональной собственности с целью их дальнейшего развития. Речь идет о спорткомплексе «Пролетарка» стадионах «Химик» имени Вакжанова. Пока это только проект решения. При его подготовке был проведен анализ состояния спортивных объектов, их потребностей, финансирования и их потенциала. В итоге сделаны выводы. Объекты не подходят спортсменам в качестве тренировочных баз, а также они не тянут и на места проведения здесь соревнований высокого уровня. Для того, чтобы привести их в порядок, необходима интеграция в региональную сеть спортивных сооружений. Бюджет города на сегодняшний день не располагает средствами, необходимыми для того, чтобы реализовать данные меры. Данные объекты в последнее время не очень эффективно используются. Это связано с тем, что они никогда не приносили доход городу. По большей части они находились на самоокупаемости, но в силу ряда причин, как, например, бассейн «Пролетарка», где перестал функционировать непосредственно сам бассейн, испытывают большие финансовые трудности. И содержание данного объекта в год требует порядка 15 миллионов. Напомним, что стадион имени Вакжанова долгое время находился в неудовлетворительном состоянии. Только с 2019 года, в первую очередь, благодаря федеральному финансированию. Была начата реконструкция, здесь уложен новый искусственный футбольный газон и легкоатлетические дорожки. Эти работы требуют продолжения. На стадионе «Химик» в 2018 году была проведена реконструкция стоимостью более 87 миллионов. Однако ее качество не отвечало ни условиям контракта, ни требованиям спортивных организаций. Но благодаря передаче в региональную собственность, будущее сооружение уже не смотрится так удручающе. Появилась надежда, пусть пока скромная надежда, что у нас наконец-то в Тверь вернется большой профессиональный футбол. И стадион «Химик» получит зрителей, получит нормальные команды, будет развиваться и действительно будет украшение нашего города. Что касается спортивного комплекса «Пролетарка», то его работа сейчас частично приостановлена в связи с неудовлетворительным техническим состоянием здания. Работу продолжает только входящий в состав комплекса стадион «Текстильщик». Нам, как горожанам, в принципе, не важно, в чьей они будут собственности. Нам главное, чтобы они работали и чтобы там предоставлялись доступные и качественные для нас услуги по организации спортивного досуга. Вот это самое главное. И если в результате этого перехода под другой уровень финансирования, региональный, эти объекты будут приведены в порядок, если они останутся такими же доступными для массового спорта, то почему нет, это можно тогда только приветствовать. Фактически все три объекта сегодня не используются в полной мере и не приводятся в должное состояние для восстановления и развития. Поэтому администрация Твери и выступила с предложением передачи объектов. Безвозмездно пользоваться площадками будут несколько спортивных школ. На «Химике» и стадионе имени Вакжанова – спортивная школа Олимпийского резерва по футболу, а в спорткомплекте «Пролетарка» по боксу и кикбоксингу.